Несмотря на будний день, возле многоквартирных домов по улице Рженикидзе останется Северская многолюдно. Здесь встретились местные жители, съёмочная группа телеканала Кубань-24, представители местной и районной администрации. Уже больше месяца в домах отсутствует горячая вода. И происходит это далеко не впервые. «В прошлом году нашу старую котельную, к которой у нас не было претензий, решили поменять на новую. Отключили горячую воду, отопление, отключили у нас в начале июня. Каменный. Теперь мы полу прожили всё лето без горячей воды, осень. В общем, осенью отключили котельную. И горячей воды у нас не стало. Вот с тех пор, как отключили нашу котельную, появилась новая котельная, у нас горячей воды нет». Впрочем, и холодной водой пользоваться можно не всегда. Стоит только посмотреть на её цвет. Ещё одна претензия жителей – неадекватные счета за коммунальные услуги. «Котельная работала 4 дня. Взяли счёт за весь месяц. Эта история повторяется не первый раз». В Северском районе эксплуатируют котельные компании ООО «ЦубЖКХ», точнее их филиал. Ведь предприятие находится в Санкт-Петербурге. Компания работает в соответствии с договором концессии с 2020 года. О текущей обстановке рассказал заместитель главы района по вопросам строительства и ЖКХ Виталий Веденеев. «Первого мая все котельные Северского района были отключены по вине «ЦубЖКХ» в связи с тем, что оплата вовремя произведена не была. И до настоящего времени оплату они не происходили. Сейчас со стороны как районной администрации, так и со стороны поселений, которых они эксплуатируют котельные, направлены претензионные письма с требованием незамедлительно погасить эту задолженность. В случае непогашения администрация района и поселения обратятся в суд о расторжении договора. Данная ситуация у нас находится на контроле и Министерства ТК ЖКХ Краснодарского края. В том числе СУПУ ЖКХ давались поручения и министерствам немедленно эту проблему разрешить и оплатить за газ. Но до настоящего времени оплата не произведена». Позиция поставщика газа простая. Он ждет оплаты долга, который, кстати, уже больше 10 миллионов. Как только компания его оплатит, подача газа в котельные возобновится. В неприятную ситуацию попали и родители воспитанников детского сада номер 4 станицы Северской. Вот уже больше месяца до школьной учреждения пустует. По санитарным нормам работа без горячего водоснабжения недопустима. «По четвертому садику. Сейчас администрация района предпринимается мера для того, чтобы там уйти от горячего водоснабжения, от центрального и поставить бойвер. Я думаю, что в следующем месяце мы с этой задачей справимся. По поводу подачи горячей воды гражданам все будет зависеть от действий ЦУП ЖКХ». В данный момент администрация района и ЦУП ЖКХ ведут переговоры по сложившейся ситуации. А мы продолжаем следить за развитием событий.